добрый день уважаемые коллеги друзья решите представить прежде всего сегодня сегодня у нас правда дискуссия будет исключительно дружеская это не будет такой формальный лекторий и мы будем обсуждать ну крайне важную актуальную тему омега 369 и сегодня на первом медканале у нас игорь владимир сергеенко профессор доктор медицинских наук ведущий сотрудник национального центра кардиологии и не поиск того слова одна из ключевых фигур в атеросклерозе в изучении атеросклероза нашей стране я ивану кастин палыч также являюсь сотрудником кардиоцентра журналист телеведущий и буду говорить не только с позиции кардиолога сегодня разумеется но из позиции того что чаще всего я слышу на просторах социальных сетей на просторах того что диктуют нам нередко журналисты игорь владимирович но тема холиварная омега-369 потому что наверное после витаминов которые по продажам занимает первое место в мире потом идут как раз вот так называемые бады как раз омега-3 прежде всего хотелось бы давайте разберемся вообще для начала что это такое и что на самом деле не все это поле ненасыщенные кислоты слова спасибо константин паша за приглашение спасибо уважаемые коллеги за ваше внимание действительно проблема поле ненасыщенных жирных кислот она все время будоражит умы как врачей так и простых пациентов потому что пациент считает есть такое вот поверье что это натуральное средство а все остальное химия которая посадит мою печень поэтому я буду лечиться тем что не дает осложнить откуда вообще растут ноги у омега-3 поле ненасыщенных жирных кислот когда-то где-то в 90-е годы было наблюдение посмотрите народы севера едят печень белого медведя и соответственно огромное количество холестерина потребляют но смотрите у них и сердечно-сосудистые заболевания не развивается это как же так а оказалось что они еще едят рыбу а в рыбе есть рыбий жир и вот в этой этот рыбий жир это ничто иное как омега не буду говорить 3 до просто омега ненасыщенные жирные кислоты давайте попробуем сделать лекарства сделали лекарство не путаем с рыбым жиром до который для витамина d нам нужен а сделали препараты и начали их использовать и первые были совершенно вроде как потрясающие сначала данные вроде бы до работают большое количество исследований относительно большое количество исследований накопилось и потом мы пришли к тому что не так уж они работают как нам бы этого и хотелось и вообще вправе ли мы их использовать да сразу забегу вперед конечно вправе но четко надо знать ситуации когда они нам необходимы но самое главное даже не в этом они принципе безвредны но они могут сделать ложные впечатления у пациента и даже врача что человек получает гиполепидемическую терапию тогда как он никакую терапию почти никакую терапию не получает и гладим но если все-таки очень хорошие прямо начала я тоже вспомнил в общем-то датских антропологов которые еще в 70-е годы на самом деле впервые так как раз поняли европейцы задали вопрос а почему собственно говоря вот мы тоже едим приблизительно те же самые продукты но у нас так таких вот у нас сердечно-сосудистые заболевания в большей степени и как раз я просто не хочу немножко подвести когда начали изучать соотношение омега-3 и омега-6 они поняли что в скандинавии это все совсем по-другому обстоит вот поясните расскажите вот вообще что такое омега-3 омега-6 и все-таки омега-9 ну давайте мы тогда сразу если можно сделаем маленькую презентацию можно но прежде чем перейти непосредственно к структуре а если вот такой ролик если бы google был человеком да то есть google это человек которому приходят различные люди задают различные вопросы мне вот очень понравилось один маленький эпизод когда приходит женщина и говорит что а правда ли что прививки вызывают аутизм и google отвечаешь у меня миллион данных что нет и вот у меня один листочек что да она берет листочек говорит я так и знала то что есть в интернете не обязательно так есть и на самом деле но вот тоже такой характерный из этой же области это меня до послала ирина евгеньевна нас послала с коллегами проводить инспекцию в ленинградской области лечебно-карадистских учреждений потом она нас послала в крым проводить там инспекцию в крыму я обнаружил интересные вещи там заполняют заполняли сейчас такого нет заполняли талоны различные в частности талон в удовлетворен лечением или нет да или нет ну вот чек уже нету а ответ на вопрос да я удовлетворен наверное это не хороший смех совсем нехороший но если мы будем вот таким образом подходить то мы не сможем наверное каким-то коренным образом повернуть ситуацию сердечно-сосудистыми заболеваниями потому что надо смотреть не то что есть в средствах массовой информации а то откуда это взято кто это сказал каков источник потому что иначе мы придем к тому к чему иногда вот приходим полиненасыщенные жирные кислоты и так 80-е годы было сказано что в экспериментальных работах они более всего предотвращают нарушение ритма сердца основном желудочком нарушения сердца вот к чему мы пришли давайте посмотрим на собственно структуру полиненасыщенные жирные кислоты это длинное углерод поле да что такое поле иеновый иеновый есть есть иновый это значит имеется двойная связь где-то там есть двойная связь и вот 0 это насыщенный то есть не одной войны связи 1 это мононенасыщенный 1 ну и 2 или более это понятно поле ненасыщенный поле ненасыщенные поле ненасыщенные жирные кислоты влияют Вот сказано, что на проницаемость мембраны, и это сейчас, в общем-то, как говорит молодёжь, в тренде, потому что основные те эффекты, на которые мы рассчитывали, они не подтвердились, препарат надо поддерживать, а может быть как-то на мембрану влияет. Да, были такие работы. Итак, вот мы видим на слайде, что двойная связь между, может быть, каким атомом, между третьим и четвёртым, между шестым и седьмым и так далее. То есть, что это такое? Это позиция, там, где находится двойная связь, а не количество двойных связей, что иногда люди путают. Они действительно играют сигнальную роль, они участвуют в липидном обмене, несомненно, и было сказано, что они как бы затесняют, вытесняют пулииновые жирные кислоты. Пулииновые жирные кислоты участвуют в бета-окислении, из них получается в ряде тканей, например, в мышечной ткани энергия. Это хорошо всем известно из третьего курса института медицинского. А вот что делает полиненасыщенные жирные кислоты? Они участвуют, конечно, в синтезе определённых нам, скажем так, необходимых для функционирования факторов, гормонов. Да, они действительно нужны, но насколько они могут у нас предотвратить сердечно-сосуисты риски? Ну вот, давайте посмотрим, да, омега-3, пуфа, да, по-английски. С левой, да, от меня колоночка журналов, в которых публикации делались по поводу снижения сердечно-сосуисты риска. А справа это года и источники. Источники, в принципе, ну первый, да, ланцет. Это, наверное, мекка, это, я не знаю, библия всех врачей, да. Circulation тоже, но посмотрим, когда заканчивается 2002 год, а что-то вот дальше, да, не пошло. То есть, больше 15 лет назад, как ничего серьёзного не публиковали. Ну, на самом деле это и есть, мы чуть позже об этом скажем. Не-не, да, скажем. Ну, давайте мы сейчас, давайте, я верну слайд, мы остановимся пока с нашими слайдами. Потому что, собственно, вот что такое полиненасыщенные жирные кислоты. И эта комбинация в основном чего? И козапентаеновый, и докозагексоеновый жирных кислот. Вот, есть мнение, оно публикуется, что эффекты в основном реализуются за счёт эйкозапентаеновой жирной кислоты. И поэтому в новосоздаваемых препаратах это иногда учитывается и концентрация эйкозапентаеновой больше. Другое дело, а что клинически? А клинически пока вот ничего. И пока клинически мы даже, да, кроме одного хорошо известного, любой сейчас скажет название этого препарата коммерческого, я не имею права его произносить, не буду. Вот, кроме него, в общем-то, на рынке ничего нет, не считая гигантского количества добавок. Да, это не препарат, это БАДы, которые в любой аптеке, красивая полка и стоят вот эти... Красивые, потрясающие банки, маркетологи, которые не дремлют. Игорь Владимирович, но вот очень доступно, даже более доступно, я бы сказал, не только врачам, но тут есть ещё один нюанс, который нужно обозначить. Как правило, маркетологи чем же руководствуются? Они говорят, полиненасыщенные кислоты, они незаменимые. При том, что меня знаете, что потрясает вот в этой ситуации? Ну вот хотя бы стоит, наверное, немножко почитать, потому что ладно, когда мы говорим про омега-3 и 6, мы тут прекрасно понимаем с точки зрения науки, что действительно, хотя даже они могут синтезироваться, но в меньшей степени. Но когда речь про моно, не поле, про омега-9, когда речь идёт, она вообще не имеет, по большому счёту, никакого отношения. Это просто маркетинговая фишка. И вот когда мы подошли, по большому счёту, вот я вижу ГИСи как раз, я думаю, что вы отдельную отведёте роль этому исследованию. Исследование огромное, одно из, кстати, самых больших, по большому счёту, здесь в превенционе, я думаю, что дальше будет ГИСи, который хотфейл. Хотфейл, конечно. Потому что, что же действительно, и, кстати, хочу подчеркнуть, что Игорь Владимирович совершенно справедливо отметил, что речь идёт не о БАДе, а что это действительно зарегистрированная лекарственная гиполепидемическая форма, то есть препарат. А всё, что сейчас речь о БАДах, да, в Штатах, например, FDA, они потихонечку начали с этим работать. Но так, чтобы мы имели потрясающую доказательную базу, это можно, в принципе, я думаю, озвучить прямо сейчас, мы не имеем. Да, давайте мы, собственно, и посмотрим, чтобы не быть голословными. Ну, вот оно, самое главное исследование, на которое все ссылаются, да. Смотрим, Lancet, 1999 год. Итак, ГИСи, превенцион, превенцион, по-разному его произносят, омега-3, соответственно, сердечно-сосудистые события, станокардия и общая смертность. Красные столбики – это добавление омега-3, белый-синий – это без добавления омега-3. И вроде бы мы видим потрясающее снижение станокардия, да, на 45%, сердечно-сосудистые события, на 15%. Количество пациентов – более чем 5,5 тысяч. Серьёзная публикация. Потом было, это, естественно, обсуждалось, и вот последний мы видели, 2004 год, Circulation, как раз вот это, если оно и цитировалось, и про него повторно вспомнили. Ну, сейчас я не хотел бы приводить большое количество графиков, и специально давайте мы это делать не будем, по поводу того, как снижалось количество желудочковых нарушений ритма сердца, чтобы люди, посмотрев, не сказали, а, действительно, снижается, ну, давайте использовать. Ну, вот, кстати, очень интересно, когда я ездил, это буквально было 4 года назад, опять же, с небольшой инспекцией в Ленинградскую область по клиникам, в одной очень хорошей клинике, где боролись со самокарным синдромом, отличные врачи. Я, полистав журнал назначений, помимо всяких гепаринов, аспиринов, вдруг вижу очень большое количество, ну, известного нам с вами препарата омега-3 жирной кислоты. И когда я спросил, извините, а почему? Говорят, потому что мы боремся с желудочком нарушения этого сердца, в блоке. Я говорю, знаете, в блоке. Давайте мы не будем это делать. Вот, у вас есть другие средства, есть такой вот, лидокаин, есть такой вот. Ну, во всяком случае, смех смехом, но... Лидокаин не в тренде. Не, ну, лидокаин не в тренде, ну, там цена не такая, поэтому никому не интересно. Вот и коробочка не такая красивая, вернее, ампула. Поэтому, конечно, вот, глядя на это исследование, был сделан вывод, что да, оказалось, что есть... Ну, я не хочу хороших людей критиковать, это не есть. Оказалось, что есть серьезные ошибки и недочеты, которые не позволяют нам сейчас пользоваться данными этого исследования. Итак, исследование, которое было публиковано не так давно, 2012 год, совершенно верно. Специально не стал переводить, да, потому что английский все знают, чтобы никто не сказал, что я не так название перевел, да. Оригин, инсулин и полиненасыщенные жирные кислоты не снижают сердечно-сосудистые события пациентов с сахарным диабетом. Сахарный диабет – это эквивалент сердечно-сосудистой патологии, мы это прекрасно все знаем. Более того, сахарный диабет – это состояние, когда у пациентов с повышенным уровнем глюкозы повышен холестерин общий, холестерин ЛНП, 3 глицериды и снижен холестерин ЛВП. Когда мы нормализуем уровень глюкозы, как правило, более-менее в норму приходит холестерин, холестерин ЛНП. Статины обязательно к назначению при сахарном диабете 2 типа, естественно, я про это даже не буду говорить, это все знают. И у этих пациентов высокие остаются три глицериды и низкие ЛВП. Высокие три глицериды. Высокие три глицериды чем снижаем? Фенофибрат. А если не помогает, то препарат второго выбора – омега-3 ненасыщенный жирный кислот. Вот, кстати, пожалуйста, разрешите перечислить три препарата, снижающие холестерин. Да. Статины, эзотимип и ингибиторы PCSK9. Новый-новый-новый класс препаратов. Но, Игорь Владимирович, вот этот оригин – потрясающее исследование. Кстати, тоже очень большое исследование, честное. Ну как относительно, там тоже есть очень большие погрешности. Шесть лет до наблюдения. Кстати, национальным координатором была академика Ирина Евгеньевна Чазова в нашей стране по этому исследованию. Но тут тоже есть очень интересный вопрос. В 2015-2016 году испанцы, посмотрев на это исследование, решили, как это очень модно, разработать очередную свою диету. Променад, я не очень помню, как это исследование до конца называется, или диета. Но, тем не менее, они показали, что в большой группе, кстати, там после 55 лет брали людей. И это исключительно, мы сейчас про рыбу говорим, это не БАТ, это не лекарственный препарат, что почти на 42% снижается риск сердечно-сосудистых заболеваний. И у них снижался уровень чуть ли не гликированного гемоглобина. Это потом уже ряд исследований. Такие исследования, я просто хочу подчеркнуть, как человек, который занимается исключительно метаболическим синдромом и красдиабетом, таких исследований было масса. Но вот все это рушится, к счастью или к сожалению, за последний год, когда выходят два апдейта, причем два серьезных учреждения, это Оксфорд и Гарвард, которые выпускают огромнейшие мета-анализы и показывают, по сути, ребят, ну вот это все здорово, конечно, но не работает. Но я к тому, что это тема нашей дискуссии на будущее, потому что формы, которые существуют, чтобы к нам била доступность вот этой Амиги, это тоже очень важная тема сама по себе. И вопрос, собственно говоря, к чему? Вот с точки зрения все-таки атеросклероза, потому что многие ведь как, назначают действительно статин, фенофибрат и громадную дозу, например, 3-4 грамма омега-3. И потом приходят и говорят, слушайте, а мы тут прочитали, у нас высоченный риск кровотечения. Вот какое отношение у вас к этому? Ну, здесь, вот здесь я не знаю, я сомневаюсь, что это будет иметь влияние на риск кровотечения, потому что не вижу механизмов воздействия. Вот по поводу диеты, надо сказать, что очень верно подмечено, что говорят у нас, какие остальные диеты обсуждаются, это нордическая и средиземноморская. Средиземноморская диета для тех стран, которые имеют выход к... И система ДАШ. И система ДАШ, да, да, и система ДАШ. Выход к морю, а нордическая, которая к морю, выхода не имеет. Общее следующее, да, отказываемся от полуфабрикатов, от консервов, стараемся отказаться. Минус яйца, минус жирное мясо, минус масло сливочное, плюс овощи, фрукты в соотношении 5 к 1 овощи, фрукты. Вот, плюс, можно даже мед с орешками, если нет сахарного диабета, нарушение трансляции глюкозы. И большое количество клетчатки. Рыба. Рыба это основа средиземноморской диеты, да, и в нордической ее рекомендуют использовать. По поводу сорта рыбы очень много споров, о какой все-таки вот нужно красную рыбу, белую рыбу. Ну, вообще, честно говоря, никто не доказал влияние какой-то конкретной рыбы на исходы. То есть, вопрос всегда, как я, когда перед врачами выступаю, говорю, пожалуйста, посмотрите дизайн, подумайте, да. Вы знаете, какие у нас было, да, в 90-е годы, когда человек умирает, его вес уменьшается на 3 грамма. И вы, эта душа, которая, как исследование проводили. То есть, человека клали на весы электронные, да, запрещали шевелиться и дышать, да. И ждали, а когда же он умрет, ну, надо подумать, чтобы не было смешно, да. А часто так и бывает, к сожалению, у нас. Какой чай более полезен, черный или зеленый? Зеленый, потому что английские ученые на 16 мировских скидинках показали, что продолжать жизнь... Да, но молоко не добавляйте. Да, но... Вот, поэтому, конечно, надо смотреть в корень. Как мы можем понять, какую рыбу ел человек? Это не месяц, не неделя, не год, не два года. Это достаточно продолжительное время. Да как человек, вы спросите, человек, когда он курить-то бросил, он скажет, ну, вот как чего-то несколько лет назад, да. Ну, если это не после инфаркта, тогда сразу вспоминается. А уж если мы спросим, какую рыбу он ел, вот, Катерин Павлович, какую рыбу вы ели там на Новый год в этом году? Бук его знает, какую рыбу. Называлась она индейкой, да? Да, 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 да. То есть, какую рыбу человек ел, мы не можем сказать. Поэтому я бы сказал, по сортам рыбы не нужно что-то обсуждать. И вообще, насколько рыба влияет на сердечно-сосудистые исходы, это тоже вопрос, который, наверное, будет ещё изучаться. Таш, совершенно верно. Вдруг у нас меняются какие-то представления. Была одна диета, потом опубликовали вот это исследование, оказалось, что... И всё циркулирует. 93-й год, когда впервые мы о ней заговорили, по большому счёту. А сейчас мы к ней возвращаемся к этой системе. Да, вот, спираль-то мы прошли, действительно, это совершенно верно. И последнее, ну, не последнее, вернее, а последнее по исследованиям, да. Давайте посмотрим. Вот, опять же, специально не переводила, не лень было с английского, чтобы в публикации Transmode New Lynch Journal Medical, да, омега-3 жирные кислоты провалились при попытках повлиять на заболеваемость и смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. 12 тысяч пациентов с высоким риском. Италия, да, без инфаркта миокарда. Соответственно, делят на две группы. Одной группе дают полиненасыщенные жирные кислоты, другой группе не дают. Смотрят 5 лет. Первичка, конечно, точка на слайде, да, ну, она стандартная. Что мы видим? Мы видим, что достоверности нет. Их азарт-рацию 0,97. То есть, практически единица. Нет, они не ухудшают. И, да, вот ещё вот это исследование. А вот здесь вот исследование, которое... Да, Хатфеллер, 13-й год, европейский журнал «Сердце». И здесь включают почти 6 тысяч пациентов с сердечной недостаточностью. Вот они смотрят. И что получается? Ну, не буду интригу выдерживать. У тех пациентов, у которых не было исходно... То есть, были исходно нарушения ритма сердца, мерцательной ритмии, разницы никакой нет после использования. А вот у тех пациентов, у которых нарушения ритма не было, больше количества мерцательной ритмии при использовании. Возможно, какая-то статистическая неточность. Давайте мы не будем говорить, конечно, что они ухудшают состояние и вызывают нарушение ритма сердца. Нет, я больше упасе этого не хочу сказать. Но, тем не менее, говорить о предотвращении нарушения ритма сердца, но, во всяком случае, мерцательной ритмии никак не приходится. Достаточно серьёзный источник. Ну, само по себе название тоже говорит само за себя. Это очень важная деталь, потому что я ждал, честно говоря, этого исследования, потому что оно, конечно, нас потрясло кардиологов. Это, если я не ошибаюсь, 13-й или 12-й год. Да-да-да. Было очень любопытно, потому что все начали, естественно, разумеется, говорить про плеотропные эффекты уже теперь омега-3. Вот как это работает. Но вот вчера я не поленился. Я пошёл в спортзал и решил, дай-ка я соберу такую некую фокус-группу, потому что, ну, говорю, ну, это вот после, наверное, протеина БЦА, омега-3, это практически то, что каждый тренер тебе пытается всучить и говорит, ты должен это обязательно пить. На что я ему говорю, дружище, послушай, а сколько мне? Одну, две, три, четыре капсулы пить. Он говорит, ну, главное, не меньше четырёх. Я говорю, а откуда такие находки? Ну, поверьте, поверьте, говорит, мы на спортивном университете учили так, что мы точно знаем. И это настолько настойчиво, и так вот он тебе всё это продаёт здорово, что ты вот начинаешь в это верить. Но самое интересное, подходит женщина, ну, ей, наверное, 40, 42, 43. Я случайно слышу в разговоре, говорит, что тут у меня какие-то нарушения ритма. И вот она начинает с этим тренером разговаривать, и я слышу, как про сторонники говорят, у неё мерцательная аритмия, фибрилляция предсердий. И он говорит, слушайте, она в очередной рассказала, что она была на приёме у кардиолога, кардиолог ей рассказывает о том, что надо холтеров скомментарирование хотя бы для начала сделать всё, померить всё, посмотреть. Говорит, это всё ерунда. Вы мало занимаете спортом, у вас избыточный вес, мы о нём тоже сегодня поговорим, разумеется. И вот если вы будете принимать омега-3, я уж не знаю, это вот настолько муссируют маркетологи даже такого рода профессиональные исследования. Вот это, конечно, страшно, и к тому, что всё-таки хотелось бы, наверное, ещё раз обозначить то, что если у вас действительно есть проблемы, если у вас есть привязка к сердечно-сосудистой патологии с точки зрения к тому же ближайших родственников, не надо ходить к врачам даже спортивной медицины, надо исключительно идти к кардиологам, идти к кардиологам, которые всё-таки приветствуют и рассказывают про доказательную медицину, и могут смотреть и изучать, как правильно и как рационально делаются эти исследования, как Игорь Владимирович, вы не раз сказали. Потому что если вы зайдёте в ПАПМЕД, вобьёте омега-3, вы увидите такое количество тысяч различных исследований и ссылок, что всё это обработать неподготовленным человеком практически невозможно. Поэтому, по сути, давайте придём к этому метаанализу. Первый метаанализ – это Гарвардский, который, собственно говоря, сказал, что омега-3 не только не влияет на сердечно-сосудистые осложнения, но и может вызывать как раз кровотечение. Откуда ноги растут, почему они, за что они взяли, притом, ну, естественно, это было и Абесити, и ПАПМЕД, и Веб оф Сайенс, то есть они взяли практически всё, 15,5 человек откуда? Как вот ваше предположение? Потому что я думаю, что всё будет развиваться, всё будет изучаться дальше. Вообще очень сложно предположить, потому что я вот пытался сейчас мысленно построить какие-то цепочки влияния на свёртымость или на агрегацию тромбоцитов, и, честно говоря, я эти цепочки построить никак не могу. Опять же, если даже предположить, что изменяется состав липидного спектра при их назначении, я в основном не могу это связать с гемостазом никак. Поэтому, мне кажется, это вот те так называемые статистические флюктуации, которые возникают, если исследование было неправильно спланировано, неправильно проведено, или были технические погрешности. Да, мы такие достаточно часто видим исследования. Ну, кстати, вот, пожалуйста, красное вино, это тема запрета. Чудесная тема, особенно когда вышло вот это, что два бокала красного вина заменяют поход в спортзал. Это все наши, по-моему, пациенты, они обрадовались больше нас. Закупились, да. Ну, конечно, нет. Это нигде никем. И сразу говорю, на вопросы отказываюсь отвечать, потому что читайте, читайте источники в подмеде, читайте в скопусе и так далее. Но просто тема очень спорная и неоднозначная. И вообще вино, вину рознь, мягко говоря. Извините, но это совершенно могут быть разные вещи. То же самое и по кровотечениям. Вот в тех исследованиях, которые мы процитировали, все-таки там на кровотечении никак не влияло. Я думаю, что, наверное, это где-то какая-то ошибка закралась, потому что просто не могу объяснить. Вот не могу. А я даже немножко напомню, потому что были большие исследования, кстати, и как ни странно, эти исследования начинали с большим количеством монологических показателей у пациентов с метаболическим синдромом, у которых уже есть нарушение липидного обмена, у которых есть артериальная гипертензия, у которых есть нарушение толерантности к глюкозе. У них брали... Вот почему мне тоже это непонятно, потому что у них брали и фактор некрозовой опухоли, и интерлекины, и антинтромбину. То есть, там брали почти-почти 12 показателей, ничего не поменялось. Ничего не поменялось. Если уж мы касаемся опять же диабета и НТГ, последние исследования покажут, что ни гликированный гемоглобин, ни хоум индекс, он тоже, по сути, не меняется. А вот на правильной диете сдвиги есть. Поэтому, наверное, нам надо оставить с поленасыщенными жирными фислотами, конечно, оставить сферу, но сферу гипертрилицеридемия. И вот разрешите, вот давайте мы обратимся, сейчас я отмотаю. Что нам говорят рекомендации европейские по поводу... Здесь мы не увидим, да? По поводу повышения... Нам надо повысить липредвысокую полностью, понизить ЛНП и понизить триглицериды. Итак, повышаем ЛВП как? Снизить потребление трансгенных жиров. Да. Увеличить физическую активность, кто же это любит? Снизить вес. Вот неприятные вещи для пациентов. Ой, снизить вес. Ну, очевидно, после увеличения физической активности. Да, конечно. А у меня коленки валят. Почему? А, потому что я вешу 140 килограмм, и они у меня уже заболели. Снизить потребление углеводов, заменить их ненасыщенными жирами. Заменить их ненасыщенными жирами, да? То есть, всё-таки, здесь вот есть некое касательство. Правда, два плюса мы видим. Плюсы, это, конечно, тоже субъективизм некий. Но, тем не менее, да. Тут же вот идёт алкоголь, да? При умеренном употреблении алкоголя продолжить. Ну, мы это не должны показывать пациенту, конечно. Ну, отказ от курения, да. И продукты должны быть с низким гликемическим индексом. И снизить потребление моноидии сахаров. Хорошо, идём, идём дальше. Три глицериды. Вот здесь мы сейчас их увидим как раз. Опять снизить вес, уменьшить потребление алкоголя, физическую активность. То, что, конечно, все ненавидят. Недовольнейший углеводов тоже сладкая булочка на ночь. Это так. Используют добавки с омега-3, да? Полиненасыщен. Вот здесь мы встречаем. Вы, я уже, видите, калекинад. Здесь совершенно чётко идёт. Два плюса. Поэтому сказать, что это вообще в целом популяция, я имею в виду не при гипертрофессориде, а для снижения популяционного риска. Но это, опять же, да, не препараты. Это продукты. Итак, тоже снизить потребление трансжиров, снизить потребление насыщенных жиров. Фитостеролы, да. Появилась цифра 1,6 грамм в сутки. Ну, не знаю, на сколько. Она тоже, по-моему, очень, да. Да, она очень, ну, работа перовой, да, не заслужит очень большого внимания. Вот в пробах радиологии. Использовать печи в добавке с красным рисом. Ну, как вот, Надир Микдатович говорит, красный рис. Да, да, да. Берём белый рис, два красных кирпича, трём, да, и получаем. Вот, потребление холестерина, вес, физическая активность здесь мы не видим, да. То есть, мы видим для повышения уровня ЛВП и снижения 3 глицеридов действительно какое-то некое влияние оказывается. Это рекомендации, опять же, европейские. К ним, наверное, всё-таки серьёзно надо относиться. А если мы в них не верим, тогда во что мы верим вообще? Вот, поэтому, да, несомненно, в виде пищи, скажем так, полезно. Всё-таки отдадим предпочтение продуктам, богатым омега-3. Вот, но вот с точки зрения применения препарата, быть, даже вот проблема с употреблением пероральным калия, да, препаратов калия. Калий нужен, да. Калий нужно корректировать, если он снижен, да, мы ставим капельницу, конечно, сразу надо поднимать. Если мы видим, это реально. Если мы видим, это реально. А вот так, всем, давайте всем назначать препараты, которые... Вот, совершенно справедливо, конечно. Это по-хорошему очень удобно. Это также, у нас есть общий друг, когда мы с ним тоже дискутировали по поводу всё-таки алкоголя, американские рекомендации, там вот по поводу вина, он говорит, ну мы же кардиологи, по сути, рекомендуем выпивать то вино, которое мы сами любим. Вот один любит Тоскану, другой любит Бордо. Поэтому вот это та самая тема, которая очень глубокая. И понятно, что если мы берём там Скандинавию, где достаточно рыбных продуктов и всех других, мы же не можем всем рекомендовать, друзья, давайте вы все будете кушать гребешки, и всё у вас будет круто с омега-3. Понятно, что для нас это для многих недоступно. Но как вот всё-таки быть, наверное, с теми людьми... Вот мне правда это интересно. Вот когда есть именно важная тема пандемии 21 века, ожирение, и вот повсеместно всем действительно тоже начинают рекомендовать, я знаю лично огромное количество кардиологов, когда говорят, что вот давай-ка ты, дружище, принимай омега-3. Вот какое личное отношение к этому? Ну, отношение, что это никто не доказал пользу, и мы говорим, ну, скорее следуем за рекламой. Если для серьёзных рекомендаций требуются серьёзные доказательства. А то, что нам кажется, что здорово, рыбка, а это нам воспринимается как несколько отжим из рыбы, да, это вообще-то не совсем так. И совершенно разные формы выпуска. Вот, вот, вот. Да, разные формы выпуска. То же, что там содержится? Никто не говорит... В каком соотношении? Да, в каком соотношении? Совершенно как это соотношение влияет? Никак. Где в рекомендациях это написано? Где есть исследования, которые убедительно доказали, ну, кроме очень старых, процитированных сейчас, да, и которые перекрываются более современными исследованиями? Последние мета-анализы всё это перекрыли. И самое интересное, вот то, к чему мы... Я хотел подойти, и мы сказали, что мы подойдём. Очень часто мы говорим про оксидативный стресс, про воспаление, разумеется. И вот тут очень интересно, когда мне начинают доказывать, что, ребят, давайте пейте омега-6 в больших количествах. Вот это тоже, по-моему, абсолютное непонимание биохимии. Вот. И что такое воспалительные, и что такое провоспалительные агенты? Вот чуть-чуть подробнее, вот почему омега-3 полезно, а омега-6 нет? Ну, да, такая теория, конечно, фигурировала, что у нас есть воспалительные и противовоспалительные, ну, скажем так, биологические вещества, интралекины, обычно, конечно, большинство интралекинов, да? 1,6 воспалительный, 10 интралекин противовоспалительный. И действительно, что меняется соотношение интралекинов. Но это спекуляции, которые требуют прекращения их обсуждения. Очень часто, когда мы смотрим различные правила, вот мои любимые статьи, чтобы далеко не ходить, как они уменьшают интралекин-6, они уменьшают интралекин-1. Что дальше в клинической ситуации? Я всегда на такое говорю. Я пациенту назначу 2 таблетки преднизолона, я ему отпущу ЦРБ, интралекин-6, ну, не до нуля, но близко туда. И что? Health woman in shative study хуже будет с инфарктами и инсультами при этом. Нет, не получается нам. Это терапевтическая мишень или это всего лишь маркер? Конечно, интралекины принимают участие в воспалительном процессе, но попытка заблокировать какой-то из них, пока до появления, пока в третьей фазе конакинумаба, пока у нас ничего не удавалось воздействовать. Это пока единственный препарат, который, еще я не имею права даже говорить ничего, потому что давайте закончится третья фаза. Мы посмотрим и скажем, что да, да, действительно он обладает теми эффектами, которые он из ревматологии в кардиологию пришел. Посмотрим. Мы, когда рассматривают, знаете, когда рассматривают различные действующие вещества, различные препараты, то очень часто цитируется, а вот там работа в Горном Алтае, посмотрите, мы посмотрели на тролекинт первый, он снизился. У нас было в трех группах 32 человека. Да, мы их разделили, вот потом исключили, а как смотрели, смотрели, да, вот тут в лаборатории местной. Нет, это все, конечно же, не серьезно. И самое главное, ни в коем случае влияние на какой-то отдельно взятый фактор риска, как говорит мой друг, Михаил Сергеевич Зыков, профессор, вынутых из этого компота, который крутится внутри нашего организма, давайте мы этот один компонент, и посмотрим, и на основании этого сделаем какой-то серьезный вывод. Да, то есть давайте, как я говорю, вынем из Великой Китайской стены кирпичик, принесем его к исследованию, скажем, что это такое? Он скажет, это кирпич, я сейчас замерю его закругленность, посмотрю плотность, массу светоотражения, прекрасно, он излучит кирпич, ничего не сказав о том, что это Великая Китайская стена, для чего она была создана и так далее. Конечно. То есть, ничего архитектоника мы не поймем, а кирпичик измерим. Почему? Потому что он вырван из этой стены, и мы не смотрим на остальные кирпичики. Как очень часто как раз вырывают из контекста, и это очень удобно, совершенно справедливо, и, наверное, одно из самых правильных слов – спекуляция. Спекуляция за счет якобы научных исследований. И это делается повсеместно, очень часто, и не имеет под собой никакой абсолютно доказательной базы. Вот если мы коснулись все-таки продуктов и лекарственной формы, вот тут момент действительно очень интересный. Биодоступность – вещь важная. И все-таки, когда биохимики, серьезные ребята начали изучать, что же такое биодоступность в виде этилового эфира или в виде все-таки натурального триглицерида, сначала, разумеется, этиловый эфир прекрасен, потому что он якобы очищен, и они там не могут найти ртути. Вот на этом они базировались в свое время. Но потом поняли, что на самом деле натуральный триглицерид по биодоступности, он намного выше, чем этиловый эфир. И вот в этом ключе, я думаю, что это просто такой момент истины, чтобы не врачи, разумеется, которые это должны знать, если не знают, сейчас услышали, а пациенты призадумались. То есть, если мы делаем лекарственную форму и ведутся большие исследования, это, чтобы вы понимали, десятки миллионов долларов. То в БАДы никто этих денег вкладывать не будет. Абсолютно. Другой вопрос, что… Игорь Владимирович, как ваши отношения? Я буквально несколько дней назад прочитал по поводу всё-таки FDA будет более серьёзно контролировать кросс-бады в Штатах Соединённых. Что-то знаете об этом относительно омега-3? Ну и вообще перспективы её дальнейшего развития? Да, FDA действительно серьёзно сейчас подходит к этой проблеме. Я не знаю, какая будет конкретно роль омега-3, содержащих бадов. Это я не знаю. Но что вот эти вот заваленные драгстор-прилавки вот этими баночками, они требуют контроля. Это действительно ну вот такой, извините за термин лохотрон, да, это те самые напёрстки-3, которые перенесены на более высокий уровень. Потому что, да, доказывают, да, это везде пишут, что это животного, растительного, это не химия, и человек склоняется. Кроме того, ведь мы ничего плохого про них не говорим. Да, да. Это препараты, да. Иногда я назначаю это препараты, бывают случаи, да, при гипертранцеремии выражены, да, несомненно. Вот БАДы, честно говоря, не рекомендовал, потому что, мне кажется, лучше сходить там съесть какую-то рыбку, вот суши скушать, чем это использовать. Почему? Канил Иванович, вот совершенно правильный был термин биодоступность. Биодоступность. Препараты калия нужны? Да, попробуйте калием пероз поднять. Любимый у нас, когда я в третьем медиа учился, вот у нас был вопрос на биохимии, почему людям с железодефицитной анемией назначают гречневую кашу. Ну, ну как, почему? Там много железа, ничего подобного. Там имеется ионный меди, который передух в трехвалентное железо. И именно определенная валенность железа позволяет, может всасываться. То же самое здесь, насколько все это дело всасывается, и как всасывается. Давайте вспомним, как нормально у нас всасывается жир. Мы проглотили жир в тонкий кишечник, оттуда он всасывается через вену порта в грудно-лимфатический проток, в виде чего? Хиломикрон. А хиломикроны это частицы, очень богатые триглицеридами, на которых триглицериды это что, да? Это ССС в цепочке, на которых висит три какие-то полиненасыщенные, ой, извините, оговорился, три кислоты, которые могут быть как полиненасыщенные, так и насыщенные, да? Мы не знаем, в каком соотношении. Вот. Поэтому больше, чем образуется, войдет в состав триглицеридов, хиломикрон, да? Извините за такую сложность жирных кислот, мы больше не введем. Вот. И как ни давай, какие такие ударные дозировки, они все просто выйдут транзитом. Совершенно верно, пройдут. Вот. А если много дать жиров, то, видимо, хорошим транзитом пройдут. Вот это, кстати, полезно будет некоторым. Вот. Это очень большая проблема по биодоступности. Потому что, вот, может быть, я, да, не буду я обмануть, потому что я не смотрел, не занимался специально этим вопросом, но вот биодоступность различных полиненасыщенных жирных кислот. Насколько они всасываются? Конечно, наверное, где-то в экспериментальных такие вещи есть, но вообще было бы интересно посмотреть, потому что, я думаю, что здесь зависит это от очень многих факторов. Вот. То есть, если мы, не знаю, там навернем риса и картошечки и вместе с ним проглотим эту таблетку, это одно будет дело. На голову желудок это будет другое. Да, да. Как там все это... Вот, очень уж к чему мы подходим. Сложно, достаточно как-то дозировать, вообще определять. Ведь и цифры, такие там, грамм, два грамма, три грамма. И, кстати, они разнятся, между прочим, и в Европе, в Штатах, в Японии. Вот я к этому и подвожу. Именно что разнятся. Кому-то одна грамма, другу четыре грамма. Ничего, так хорошо меняется, да, дозировка. Так все-таки, сколько надо давать? Мы этого не знаем, почему, а как мы это узнаем? Вот как мы это будем проводить? Но такое исследование, кстати, справедливости ради было, по поводу транзита. Это чертовски важная вещь, потому что 55-60% нередко идет транзитом, как раз. Вот. То есть, вы подумайте. А с другой стороны, вот хотим мы того или нет, я вот просто пытаюсь вспомнить в аннотации, если не ошибаюсь, когда читаешь по аннотации по тому самому препарату, все-таки риск кровотечения там стоит, по-моему, в аннотации, если я не ошибаюсь. Надо вот просмотреть точно. А вы должны просмотреть, да. Вот. Потому что, почему так часто муссируется эта тема? Но! Вот о чем идет? Я, кстати, просмотрел сегодня то, что вышло. Вот когда они написали риск кровотечения, там речь шла о трех граммах. Вот. Сделали исследование, опять же, куча набрали маркеров и так далее. Там было и 3, и 4 грамма, ничего не показало. И опять же, было исследование и с гларгином, и с метформином, и добавляли дальше витамин D и омега-3. Никаких кровотечений не было. Группа, ну, прилично, там почти 2000 человек. То есть, это не 32 в Астрахани, которые у нас на рыбалке едят рыбу. Вот. Поэтому, действительно, я думаю, что актуальный вопрос, вопрос к изучению. Но вот если подводить такой маленький итог, потому что дальше, я думаю, что будут вопросы, на которые мы с радостью ответим. Кому всё-таки рекомендовать лекарственную форму? Я думаю, что пациентам с высоким уровнем троглицеридов, что это значит? Если у пациента троглицеридов больше 5 ммол на литр, я бы добавил, назначил, естественно, фенофибрат, разумеется, и назначил бы, наверное, от 1 до 4 грамм омега-3 ненасыщенных жирных сло, потому что препараты второго ряда при лечении гипертроглицеридами, почему? Потому что здесь мы уже боимся даже не то, что развития атеросклероза, хотя этого тоже, но и панклеонекроза в первую очередь. Если же меньше подъём, если удаётся статинами и фибратами держать троглицериды в пределах более-менее нормального значения, то, наверное, нет. Если не удаётся, наверное, очень индивидуально у пациентов, которых, несмотря на достижение целевого уровня холестерина ЛНП, прогрессирует атеросклероз, коронарный, каротидный, тогда тем пациентам, у которых есть какой-то подъём всё-таки троглицеридов, на это мы им добавим, даже если он не сильно выше, чем 2,3 ммол на литр. Вот я думаю, такую зону применения полинасыщенных жирных кислот мы должны с вами назначить. Но самое главное это ограничить и сказать, что уважаемые коллеги, уважаемые пациенты, лечить нарушение ритма сердца, любые, особенно желудочковые, при помощи полинасыщенных жирных кислот абсолютно неправильно. Вы делаете вид, что лечите, но не назначаете препараты, которые действительно помогают бороться с данными нарушения ритма сердца. И не нужно на это, на эти препараты напирать, потому что человек покупает красивую, дорогую, дорогую, и он считает, он дорогой, он будет работать. Вот статин, ну пускай дженерический, да, вот я смотрю, он стоит 400 рублей, а БАТ он стоит 900 рублей с омегатрин. Ну конечно, он лучше, он же дорогой. Вот это очень важно, потому что вот есть сайт расстрелянных лекарственных препаратов, знаете, да, фуфломицины, это очень интересно там почитать. и очень важно, наконец мы об этом говорим в открытую, это что, что наконец-то пришло истинная доказательная медицина. И, кстати, я хочу подчеркнуть, то что все эти исследования DC, которые были и превенционный, и хатфелли, там все классы препаратов, что при сердечной недостаточности, что при ИБС, априори были включены. Конечно, да. А когда вот начинают рассказывать про то, что это действительно страшно, там пациент с фракцией 30, ему он рассказывает про то, что это просто слишком низкая доза у вас омеги-3, надо больше назначить, и фракция вырастет. Я и такое слышал, то есть вот, откуда ноги растут, наверное, от того, что, вот сегодня я буквально вспоминал Хейли, его книжку изумительную, когда приходит молодой доктор и пытается диктовать свои условия в клинике, но те старые мастодонты никак ему не дают, вот они, они просто прекрасно заповнимают, что они занимают нишу. Но сейчас очень важно, то что мы пришли в тот мир, когда мы не говорим там, что это питерская или московская школа, мы можем совершенно спокойно открыть источники, проверенные источники и прочитать. Просто это нужно сделать. И, разумеется, очень важно, когда спикер может в доступной форме это все рассказать. Что делать с женщинами, которые говорят, а как же волосы, ногти? Тема холиварная, очень. Да, ну, моя дочка, Лина, принимает, папа не указ. Сложно. Действительно, назначают в косметологии. Совершенно верно. В гинекологии, в урологии, в неврологии очень любят. У них есть по поводу, кстати, когнитивных расстройств, но они провалились тоже исследования. Но по поводу депрессии, кстати, как ни странно, но, правда, они к антидепрессантам добавляют опять же, омега-3, но получили какую-то корреляцию. И вот тоже такая спекуляция есть. Ну, здесь, скажем так, данных нет. Вообще, косметология вещь, которая очень сложная. Вот, субъективная. Как, опять же, эффект пласты, никто не отменял. Сложно сказать. Вот, я не представляю, как это можно. Все-таки, вот, сбросить этот вопрос можно следующим образом. Мы не косметологи, мы будем... А, не пускай употребляют. Наверное, если раздавить капсулу с жирными кислотами, жидкими, да, и там нанести на волосы, они будут лучше блестеть некоторое время. Вот так я, если пошутить. Но, если серьезно, опять же, надо понимать механизмы, да, потому что, вот тот же самый, любимый всеми Мельдони, да, механизм, я знаю механизм действия, да, я совершенно не могу представить, как он может помочь спортсменам, в принципе. Профессиональным, более того, спортсменам, да? Вообще никому не можешь помочь, потому что переключение с использованием жирных кислот на циклокрепса, это значительное уменьшение количества АТФ, то есть, по идее, мы можем мешать. Это все известно, да, этот препарат известен, и Ивар Янович Калмениш делал его совсем с другими целями. Вот, то есть, убрать ишемическую контрактуру так называемыми метаболическими корректорами, конечно же, которых было масса в одно время, да, и триматезин, вот, ну, здесь-то вообще у спортсменов. Поэтому, ну, вот как-то вот, вот как-то так получилось. Я думаю, что еще как-нибудь встретимся, уж коль бы зашла тема, еще и про Куэнзим поговорим, непременно. Ну, Бехенон, Куэнзим Ку-10, Акоглюста Чижевского, я помню, вот, те старые времена, когда редакция газет совершенно секретна была, вот, с квартиры, где жил мой дедушка, он уже покойный, и там я все время читал эти газеты бесплатно, они там раскладывали в подъезде, и посмотрев, вот, первый раз я узнал о Бехеноне, вот, тем была тайна Кремлевского долголетия раскрыта, люстра Чижевского, а вот Куэнзим Ку-10, все, вот это вот, если и это, и это, все, ты не умрешь никогда, вперед. Поэтому, в принципе, это были, это было, на тот момент, антиэйдж терапия, кстати, первая. Антиэйдж терапия, да, да, как сейчас модно, да, да, вот, антиэйдж терапия, совершенно верно. Ну, вот, не подтвердилось, однако, очень хорошо мы за это зацепились, и никак не можем с этой темы уйти. там есть нюансы, и там действительно есть нюансы, которые мы сегодня не будем касаться, также это связано с биохимией, и с двойными связями, и так далее. сейчас это не тема нашей действительно встречи, поэтому, да, это мы немножко... Я все-таки вот думаю, к чему свести до начала того, чтобы мы начали отвечать на вопросы, но, в принципе, по большому счету, все то, что продается, я посмотрел специально, потому что, ну, не стал вас смущать, хотя я знаю уже, видя ваши слайды, то, что вы тоже хорошо изучили этот вопрос, в принципе, практически во всех, более-менее, скажем так, уважаемых фирмах, все-таки, есть соотношение правильное, и везде, в основном, выдерживается один грамм. Я думаю, что хотя бы один грамм, это хотя бы не страшно, мы это понимаем. Вот на выходе, это хотя бы не убьет человека. Вот если размышлять на предмет косметологии, каких-то спортивных успехов, хотя я тоже не понимаю, но очень люблю тему полинасыщенных жирных кислот, потому что, понятно, что в обмене они необходимы, но что мы какие-то будем суперуспехи достигать, и у нас вырастут у лысого волосы, вот как-то в это мало верится. Я думаю, что мы сейчас перервемся на 5 минут, а после этого мы ответим с удовольствием на ваши вопросы. Снова здравствуйте. Пришло то время ответить на ваши вопросы, но прежде всего я хочу сказать, что сегодня в студии два кардиолога. Я с удовольствием еще раз хочу представить Игоря Владимировича Сергеенко, профессора, доктора медицинских наук, ведущего научного сотрудника Национального медицинского института кардиологии и, в общем-то, ведущего, одного из ведущих специалистов в лепидологии в нашей стране, да и не только, пожалуй. У нас достаточно большое количество отзывов. Кстати, большое вам спасибо, что вы пишете, что хорошая лекция, очень доступная, это приятно всегда. Но давайте теперь вопросы по существу. Зухра, подскажите, пожалуйста, лучшие сайты для проверки доказательств эффективности лекарств. Во-первых, спасибо большое, коллеги, за ваши прекрасные отзывы, очень приятные, спасибо за вопросы. По поводу доказательной, доказательности эффективности лекарств, такого специального сайта проверочного нет. Поэтому, что нужно сделать? Ну, есть сайт, который называется список расстрельных препаратов, но это, конечно, он все не исчерпывает, это маленькая толика. Для того, чтобы проверить, нужно посмотреть, первое, источники, в которых опубликована информация. Кардиология – это зарубежные журналы, конечно же, ну, Ланцет – это общемедицинские, это наш, еще раз, наша Библия, European Heart Journal, Circulation, American Heart Journal, ну, еще больше, я прошу прощения, атеросклерозис, естественно, прошу прощения, кого не назвал их? Ну, Hypertension, на который… Hypertension, конечно, несомнение, да-да-да, естественно, разумеется. Вот, Клинка Байологи, да, тоже. Из российских журналов, уж извините, как Директ Национального Союза защищения атеросклероза, это атеросклерозислипидемии, это кардиологический вестник, это терапевтический архив, это журнал кардиологии, да, я прошу прощения, если кого-то не назвал серьезные журналы, еще есть, но вот это так, навскидку. Но самое главное, серьезный журнал с импакт-фактором, но, наверное, не меньше, чем 0,5. Смотрим рандомизированные клинические исследования, смотрим публикации в Скопусе и в ПАП-Меде, только таким образом мы видим, что это… И самое главное, наверное, самое простое, набиваем рекомендации по лечению, ну, например, что мы лечим? Гипертонию, да, рекомендации по лечению Hypertension Guidelines смотрим, да, и смотрим рекомендации РМОАГ, допустим, Российского общества, и из них мы видим, какие препараты используются для снижения артериального давления. Если там нету препарата, насчет которого мы думаем, значит, не надо. Вот. Или же надо быть специалистом очень высокого уровня, чтобы сказать, знаете, я думаю, что этот препарат в следующую редакцию войдет вот потому-то, потому-то, вот потому что было вот такое клиническое исследование большое, и специалист начал сказать, ну, это специалисты экстракласса. Если же мы не считаем себя специалистами экстракласса в какой-то области медицины, то надо просто посмотреть по вот этим, по медскопусам и гайдлайнсам. Игорь Владимирович, подводя вот итог и ответ этому вопросу, можно, конечно, в медлайн заглянуть, эмбасси и так далее. Ну, медлайн... Дорогие друзья, если говорить для обывателя, для обывателя, вопросы фармакологии, если мы говорим особенно про терапию, уж тем более, как касается биодоступности, фармакокинетики, фармакодинамики, это даже для хорошего специалиста сложно. Вообще, в Штатах, например, кардиолог нередко, когда назначение идет большого количества препаратов, прибегает, разумеется, к помощи фармаколога, чтобы он ему помогал. Поэтому я все-таки с вашего позволения и с вашего тоже как кардиолог скажу вам, что если есть какие-то у вас сомнения, то заручитесь мнением грамотного кардиолога, который делает все то, что сказал Игорь Владимирович и анализирует как раз все последние исследования. Потому что, да, мы можем читать все гайдлайны, вот как в онкологии происходит, что-то новое, что-то новое. Так случалось с бета-блокаторами, так случается с антиагрегантами сейчас на рынке у нас нередко. Когда мы выходим и грамотный кардиолог он должен постоянно читать, он должен постоянно... А вам он должен эту информацию приносить простую, доступную, самое главное, наверняка, чтобы не было вот этих заумных понятий, которые нужны нам для науки, но совершенно не нужны вам. Вам нужно понимать, как препарат работает и когда его принимать. И желательно, чтобы один раз в день, наверное. спасибо за интересную дискуссию, Дмитрий Волгоград. Спасибо. Спасибо, Дмитрий, большое. Спасибо. Будет ли продолжение семинаров про мифы и различные БАДы? Ну, если просят люди, наверное, надо бы сделать. Я думаю, что обязательно будет, потому что действительно, то время, когда... Да какое то время? Время это было маркетологов было всегда, начиная с магазинов и полок, и даже той музыки, которую мы слышим в ряде магазинов, и заканчивая, к сожалению, очень важной темой, темой здоровья. То, что, по сути, даже если вы тратите свои последние деньги, лучше потратить на поход к грамотному специалисту, и уж тем более использовать препараты с доказательной медициной. Последний вопрос. У нас еще Зухра. О исследовании Кахрейна? Кахрейновский анализ? Да. Ответ да. Конечно. Несомненно. Зухра абсолютно правильно. Я понимаю, о чем, разумеется, идет речь, но я, честно говоря, если вы спрашиваете под вопросом, а что было, как это было исследовано, вот про нашу тему, именно, я не скажу, честно говоря. Но в плане того, что должны ли быть это исследование? Разумеется, да. Это даже не обсуждается. Ну и Адель. Появились сведения об эффективности омега-3 полинонасыщенных жирных кислот при суставном синдроме. Скажите ваше мнение, пожалуйста. Отрицательное. Я даже немножко дополню. Вы знаете, вы загляните сначала, немножко почитайте, чуть подробнее относительно суставного синдрома. Так же, как у нас очень часто речили хондропротекторами. Тоже целая тема. Так же, как и гептопротекторы, по большому счету. Вот стоит прочитать, потому что уровень доказательной базы на данный момент, в общем-то, я абсолютно солидарен, ноль. Игорь Владимирович, ну вот на данный момент у нас вопросов нет. Я думаю, что это, вероятно, предполагаю, мне хочется в это верить, что это хорошая оценка нашей с вами встречи. Я думаю, что такие встречи на кардиологической тематике, разумеется, надо продолжить. Не только для наших уважаемых коллег, разумеется, может быть, для тех, которые сейчас обучаются, которые слышат, и они слышат от нас все чаще про то, что непременно стоит читать. Пользуясь случаем, я хочу, подводя итог программы, чтобы вы еще для наших ребят, для студентов, для абитуриентов, для ординаторов, что очень важно, какие-то дали свои советы, что нужно сделать, чтобы действительно стать не маститым врачом, не модным врачом, потому что пиара слишком много сейчас стало, а грамотным специалистом, к которому захотели приходить люди. Здесь отличный вопрос, потому что все это не очень просто. Нельзя становиться ученым без пациентов, нельзя становиться врачом без науки. Хороший лектор, мы знаем, это тот, кто работает с пациентами и читает лекции, а не тот, который только читает лекции, потому что со временем начинается, извините, такое слово, деградация. Одних теоретических знаний недостаточно, поэтому работа с пациентом или работа в лаборатории, если мы, работа в инструментальном каком-то отделении и одновременно чтение, чтение литературы и участие в семинарах, конференциях, конечно же, это то, что позволит человеку найти себя и достигнуть какой-то, пусть даже неизвестности, но такого состояния, когда пациенты будут хотеть попасть именно к этому врачу, а различные компании и медиамасс будут хотеть пригласить именно этого человека для того, чтобы узнать его точку зрения. Спасибо большое. Я думаю, что мы постарались сегодня вам рассказать всё, то, что существует на данный момент по поводу омега-3,6,9, но я почти убеждён, что вопрос не закрыт, потому что всё, что касается питания, биодобавок, про которые мы будем рассказывать, и таких веществ, как омега-3,6,9, это, разумеется, будет дальше развиваться, потому что, с одной стороны, где-то это не работает, но надо дальше копать, надо дальше изучать, может быть, смотреть другие маркёры и где-то действительно это когда-нибудь и выстрелит. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.